Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь предлагает нам к нашему наседанию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 4, стихи с 1 по 13. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так, как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, «И почил Бог в день седьмой от всех дел своих». И еще здесь. «Не войдут в покой мой». Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, они вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. «Ибо если бы Иисус на вин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. «Ибо слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари, сокровенные от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Итак, «все обнажено перед очами Божиими, ему дадим отчет». Эта фраза очень хорошо перекликается с евангельскими словами, что все тайное становится явным. «Пред Богом оголена вся наша жизнь». «Пред Богом мы ничего не можем скрыть». Это важно помнить. В сегодняшнем отрывке апостол Павел говорит о покое, сравнивая типологические примеры того, как израильский богоизбранный народ, выйдя из Египта, пришел к горе Синайской, где получил завет с Богом, где получил тот ответ Божий на все их вопрошания, что же им делать дальше, зачем они вышли из Египта и так далее. Но искусились у горы Синайской, отвернулись от Бога. Своим неверием показали, что они не готовы войти в его покой, в его присутствие. И поэтому 40 лет потом еще ходили по пустыне, прежде чем обновилось поколение людей свободных, готовых к принятию воли Божией. И сейчас происходит идентичное, говорит апостол Павел, адресату данного послания, адресатам, да, говорит о том, что сейчас то же состояние, то же состояние, когда важно услышать призыв Божий и не повторить ошибок своих предков. Если мы говорим, что это послание к евреям, если мы размышляем и думаем о том, что адресат данного послания, это люди, которые были иудеями в прошлом, евреи по крови, то, конечно же, они не должны повторять ошибок своих предков. Хотя конкретно мы не можем точно сказать, кому было данное послание направлено. То есть этнический состав общины нам, скорее всего, неизвестен. Мы можем только по каким-то косвенным маркерам догадываться, кто же это. А послание к евреям было, оно заглавлено позднее. Итак, будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем. Нам возвещено, воля Божия, войти в покой его. Нам, новозаветным христианам, им, народу Божьему, то есть ветхозаветной церкви. И нам, и им возвещено. Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. То есть они слышали, слово-то слышали. Аудиальное это было все зафиксировано. А вот в сердце не попало. О чем, смотрите, как поэтично говорит апостол Павел. Слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Да, представим слово Божие, как некую усладу, как некий сахар. Да, представим вот этот вот рафинад. Оно должно было теплотой, сердечной веры и любви к Богу быть растворено. И тогда действительно оно принесло бы человеку пользу. Но оно осталось твердо и нерастворено верой в сердцах ветхозаветной церкви. Не всех людей, о чем мы как раз таки вчера с вами читали, но многих. 19 стих 3 главы говорит, что видим, что они не могли войти за неверие. И вот здесь тоже говорит, нерастворенное верою слышавших. Слово должно быть растворено верою слышавших. Это очень важный аспект того, что слово Божие должно быть произнесено. Но должно быть готовность сердца человека услышать это слово. Услышать не только ухом, но и сердцем. Поэтому люди могут читать Писание, изучать его, но не открыть свое сердце для него. И поэтому вера не будет в них действовать. Хотя они могут быть прекрасными за таками слова Божия, гораздо лучшими, чем мы с вами. Итак, а входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Итак, войти в покой должны. Народ Божий должен был войти. Апостол говорит о том, что и дела Господни были завершены, ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмый от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. В Псалме 94. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день. То есть, кто-то вошел, кто-то не вошел в покой, тот покой, где Бог почил от дел своих, да, то есть, что такое почил от дел своих, да, здесь тоже важно оговориться, это значит, что Он не творит ничего нового. Мир сотворен, и мир больше не будет твориться. Новое творение нас ожидает с концом этого мира. Должен произойти конец мира, чтобы мы обрели новое, новый мир, новые неба и новую землю, да, как говорит нам Иоанн Богослов в своем апокалипсии, в своем откровении. Соответственно, этот мир исчезнет в эскатологической катастрофе, да, в конце света, как мы называем, Армагеддон, как угодно. Соответственно, и, как говорит апостол Иоанн, и увидел я новое небо и новую землю, да, то есть, Бог сотворит новый мир для, скажем так, воскрешенного человечества. Кто-то пойдет в гиену огненную, а кто-то будет в этом новом мире. Бог почил в седьмой день от дела своих. Бог определяет некоторый день ныне, о чем читаем в 94-м псалме. Ибо если Иисус наявин доставил им покой, да, то есть, они все, как бы, евреи вошли в землю обитованную, значит, все, они вошли в покой Божий. Но это не так. Если бы это было так, то не было бы сказано после того о другом дне. Но Бог определяет другой день. Потому что Ветхий Завет это не исполнение всего того, что Бог запланировал о человеке. Это еще не спасение. Поэтому Бог постановил другой день, ныне. Почему для народа Божия еще остается субботство? Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. То есть, еще нам предстоит войти в покой. Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет. Поэтому наша вера это краеугольный камень нашего спасения. Мы все стремимся войти в покой Божий. Все стремимся войти в его присутствие. Поэтому сегодня Церковь призывает нас к этому стремлению к пониманию того, что именно Новый Завет дает нам этот ключ к Небесному Царству. От нас зависит, воспримем мы эту весть благую и растворим ли мы это слышанное слово верою своей или нет. Решать каждому из нас. Поэтому, дорогие, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова